доброе утро всем ребятам так что на 11 число среда 11 января ночь под мостом прошла спокойно тихо дизайн машины едут бобух 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 ну чего в одно время куда блин тяжелый проехал думал тут блин война началась что ли дождик пошел но мне хорошо я под мостиком как бы все в порядке сколько мне еще осталось постоять 6 минут и мы поедем поедем прислали мне . другую заправку 82 километра отсюда сторону мадрида так что нормально будет я думаю возвращаться показывает показывает процентов и когда получил смотрю там на фотографии 350 километров думаю блин далековато может написал муж вернуться обратно нет написали ехать ехать туда ну отлично тогда по дороге хорошо это радует это возвращаться обратно блин здесь такие дороги горный город это сан-себастьян круортный город в принципе испанский здесь у нас бискайский залив с правой стороны будем приезжать час вечером про ну не вечером темноте утра ничего особенно такого не увидим ну ладно еще пять минут и стартанем ребята так что не отключайтесь поедем дальше все ребята заправились нормальная человеческая заправка сейчас выйдем расскажу я учусь на честно говоря и не понял что это произошло тоже произошло что там вообще за стоянка такая людьми нормальная человеческая заправка блин ну вот сто процентов за правил пистолет правда такой интересный вот заливать в бак у не дает там датчик стоит какой-то если ты отводишь от бака его то все прекращается подача то есть дались до максимума хотя я как бы долил до максимума но 1050 литров даже не 1050 тысячи литров короче заправил я что-то не пойму сколько штук баки 750 написан объем а насколько по факту блин 750 весь объем получается дизеля полностью не наливаешь вот в правый залился 550 у левый они еще 515 по-моему в левых получается тысяча 1050 1060 где 1050 вот интересно короче так сюда мы приехали это можно удалить все угоним куда нам надо в сторону мадрида правда приехал очередь пришлось постоять подождать потом за мночью так подъехал я ему показываю извини я еще буду вот тут заправлять не только дизель дизель но все отлично но все отлично но и вот тут если то есть прошу туки у кей короче вчера блин я вообще не понял эту заправку я про нее читал все вы какая-то интересная подъезжаю на заправку там еще надо было покружить дурацкое вообще место почитал я про нее про вечернюю заправку что там какой-то цирк с конями что бывает нету бензина дизеля бывает нету один шланг ну типа он длинный можно достать до второго бака ладно написал это блин ну из офиса ничего мне не сообщили подумал ну вчера заеду заскочу гляну там там вроде паркинг рядом был кольцо блин ну пока я заезжаю, виду, впереди машина пошла на кольцо и потом она обратно идет я заехал, справа стоят, там справа еще заправка стоят две фуры а на эту заезжаю стоит буст прямо на заправочном месте я так подъезжаю к нему а он там за ты а он выходит из этого из магазина и за ним женщина выходит четко такая испанка выходит такая закрывает двери забрала какие-то бумажки типа как дворник и пошла на ту сторону к тем фурам я у этого спрашиваю а тут есть дизель вообще он такой говорит я не знаю он типа у нее спрашивает у этой тетки она пошла туда через дорогу пофиг что я приехал пошла общаться с этими блин с коллегами что-то меня блин саджик сбил блин машин что ли пошла короче общаться с коллегами я не знаю что там объясняла им блин короче у меня время то уже идет у меня не вождение у меня уже кажется мое рабочее время и я оттуда не могу завернуть налево чтобы на то кольцо поехать как написано что там якобы маленькая зона можно встать ну я так понял что там нифига нельзя встать и я уже стартую на паркинге заехал там два паркинга там не знаю там 9 километров по-моему вернее 16 километров и 17 километров я на один заскакиваю там две машины стоят я заехал на этот парк и что смотрю беда ну и знак типа это парковка для автобусов что-то такое по-испански написано и стоять можно один час хотя я не знаю я так понимаю когда автобус у них нарисован это типа имеется ввиду большие машины но эти стоят два испанца но их там нету они просто встали и ушли домой наверное даже спросить не у кого потому что шторки открыты да и такая ситуация я блин думаю ну конечно я тут сейчас встал и блин сейчас мне еще налепят штраф в Испании ну его нафиг там через 300 метров еще паркинг есть я задом выехал кое-как ну как выехал главное чтобы машины машины не было там просто забор еще и поехал на тех фиг там уже паркинги заняты один второй занят и тогда блин я уже начинаю понимать что мне уже фигово со временем и погнал уже через этот Сан-Себастьян ёпрос это там 27 километров у меня оставалось там 34 минуты ну я написал сообщение там вот и чтобы нету как бы не заправился времени нету еду искать паркинг вот и короче я блин еду понимаю у меня впритык а там как бы получается что паркинг вместе с заправкой я понимаю что блин если там не будет места то это все это будет задница я вижу справа я по мосту проезжаю вижу справа что там так что у нас тут такое непонятно ладно по этим по этой дорожке третья полоса должна быть свободна нарисована блин вижу там стоят фуры и я с моста сразу сваливаю и еду туда блин а там фуры это стоят но они стоят за забором то есть какая-то территория получается ну ну и короче я поедал туда с моста блин как я говорил что блин а там какая-то зона но у меня уже времени я уже думаю блин найду я здесь что-нибудь вот обязательно чувствую найду с божьей помощью и заезжаю там такое кольцо под мостом и я вижу что слева какой-то стадион под мостом какой-то паркинг вот и что-то там про автобусы написано опять же что там и постоять им нельзя я чуть правее взял вижу там типа ограничение до 18 метров но я так по карте вижу потом там выезд если там кантоваться если я утром буду выезжать мало ли там они по наедут с утра хотя у испанца они начинают работать по-моему только с 9 из 10 вот и блин начал задним ходом сдавать сдал задним ходом заехал на кольцо под этот мост про который я в прошлом видео показывал ну остановился пошел осматриваться территорию время то еще там оставалось 15 минут где-то посмотрел да я могу тут развернуться расконтоваться и встать как раз в сторону выезда кольцо быстренько сделал припулился к прицепу и так и остался вот ночь конечно нормально прошла никто не приходил никто там ничего не тревожил все в порядке и вот погнал а потом проезжал мимо той партинга куда я планировал попасть и я понял что если бы я туда поехал то не знаю блин встал бы я там не встал там слева и справа были паркинг и заправки но они были полу полу не полупустые даже скажем а полуполные ну потому что коллеги уже уехали на работу то есть я теперь понял одно ночью блин вернее не ночью а вот если у тебя менее часа времени даже менее полтора часа времени потому что вот здесь еще такое это здесь ненормальный паркинг потому что он тоже я думаю что был занят лучше не заходить в Испанию а остаться там во Франции там был нормальный паркинг места то есть хотел как лучше получилось вот так но ничего утром проснулся смотрю у меня уже есть точка где нормальная заправочка и сюда приехал там 80 я сначала подумал 350 километров я пишу в офис говорю может мне вернуться назад может там пишут нет не надо а когда поставил точку смотрит там 87 километров это значит просто с какого-то места по какой-то скриншот сделал ну вот все здесь нормально заправился но какого-то мне не предложили я уже не спрашивал его сейчас позвонил из офиса спросили как заправился не заправился говорю все в порядке все заправился а лечу он говорит ну сегодня не успеваете я говорю не успеваю потому что мне еще паузу надо делать 365 километров ехать то есть я могу приехать по местному времени только блин где-то к трем они точно до часу потому что они еще вчера переспросили я предложил говорю что может я могу подъехать и там узнать может быть примут меня но он сказал что нет не стоит так что завтра с утра ну что ж когда у нас планы такие едем по максимуму ближе в мадриду становимся на паркинг и завтра с утра уже доезжаем а ну да там тоже написано с 9 как я и говорю они с 9 работают с 9 до часа ну то есть к 9 часам надо приехать вот ну когда я сегодня еще видосы сделаю в спокойной обстановке ну погода сами видите такая как мне братишка писал оба едешь греться а греться смотрите какая погода но еще не видеть как я там сейчас горы пройду интересно будет посмотреть надеюсь что там все в порядке что у меня снега нет у гора ну а настроение нормальное главное все в порядке кстати как и договаривались вторник аванс пришел то есть жизнь продолжается ну в данный момент он не столько типа важен просто сама система если мы договорились во вторник аванс значит во вторник аванс потому что мало ли там нужно денежку домой послать ну и вообще хорошо когда все договоренности выполняются вот как-то так ладно ребята едем дальше что-то у меня тут сайдчик блин надо ввести адрес ну уже можно особо не торопиться спокойно ехать не не суетиться ну да конечно я вовремя сообщил потому что задержка у меня и бордо была и три часа я на этой погрузке отстоял начали они без 15-10 вместо 8 ну и так я бы не сказал что долго грузили но наверное минут 40 грузили вообще нормально там все порядки они они сами извинились в принципе сказали а там чудак спрашивает только английский я говорю ну могу на латышском на русском он говорит о на русском ну так давай на русском потому что с французами общаются через переводчик и на пальцах хорошо а я французский от слова совсем не знаю вот так что он говорит извини ну блин груз не готов только 21 палет готов но мы не можем начать погрузку ждем когда будут готовы еще там 13 12 палетов ну и я говорю ну ладно что ж поделать я говорю я могу стоять возле рампы или мне отъехать не-не может стой можешь стоять я потом скажу когда начнут погрузки ну уже было полдесятого без 20 я пошел подумал пойду спрошу а когда начнут вообще мне же надо в офис сообщать вот и смотрю он там показывает все в порядке начинаем грузить и начали грузить такие вот дела ладно ребята ползем в горы погода не радует но настроение хорошее простояли мы пазочку сделали короче посмотрел я на этот сам маршрут очередной раз решил меня везти через центр мадрида ну конечно мы убили точку как и прошлый раз чтобы обойти центр испанцы подъехали ко мне сейчас муж с женой и с ними собачка маленькая классно так что вот так все поехали класс собачки я имею ввиду классно кататься такой нормальный кстати здесь паркинг надо его было отметить надо его было отметить сохранить как паркинг в испании большой напишем большой готово ну а что теперь на уэст погнали дальше я посмотрел по карте поеду-ка я ребята прямо блин ну рано по времени рано можно блин ехать и сразу туда на точку выгрузки ну ну туалета конечно нет допс нету но зато можно вызвать и постоять хотя посмотрю может быть действительно туда сразу и поеду время время-то у меня как бы навалом с другой стороны погода не ахти по городу не погулять можно на паркинг ехать просто и все чтобы не париться была бы хорошая погода конечно суперская можно было бы кстати даже пройтись по городу ну посмотрим а вдруг там хорошая погода все равно еще 230 километров до точки ладно у нас тут погода не улучшается сейчас стоял коллега смотрю что он делает он блин открыл тент у него там йогурты и он поверху всех этих досок кладет ремни я подхожу к нему он поляк по-русски разговаривает ну ру вернее на польской фирме по-русски разговаривает я говорю а зачем ты так делаешь ты под последней доской протяни и поставь уголочки а потом шевелить оказывается вот такая проблема чудака ну по сути все равно доски тент выдержан ремни положил бы и достаточно было бы ну я уже этим опытом как бы получил этот опыт бесценный что после таких вещей смотрю блин как они загрузили то есть на месте открываю тент и смотрю да это лишние 10 минут ну просто видно когда у тебя тент выпирает что-то не то с грузом не так загрузили стандартные палеты ну как так можно я тогда заставил этот ром двигать двигали они там конечно цирк был с конями блин лед это погрузчик прокручивается подъехал отъехать не может да такая вот беда ну а мы сейчас уже едем вперед старый знакомый позвонил предлагает работу на цветах на Россию я понимаю хороший заработок неделю но я говорю спасибо дружище пока я ну мне здесь пока все устраивает я не ищу работу тем более на Россию тем более на цветах наверное там в экипаже надо работать я даже не знаю даже забыл не спросить матри 185 километров ладно ребята едем дальше погода погода унылая но несмотря на это настроение хорошее покушал я сейчас супчиков съел с бутербродами так же нормалек можно гнать дальше что мы и делаем вот ребята мы по горам ползем вы сами видите что тут творится блин с погодой дождь туман сейчас туман немножко рассеялся так вот такая вот фигня что он делает по вороту включил не работают что ли еще и знак отваливается надо заехать немножко блин постоять что-то мне как-то клонить стало косну особо торопиться и некуда нужно передохнуть минут 15-20 покемались что-то мне как-то после обеда хочется покушать ой поспать до глазки закрыть будет все в порядке пока все в порядке видите блин физофоры стоят пока нам разрешают ехать какая-то внимательнее будет ну туман там блин это туман или это такая пелена дождевая завес сойдет три полосы дистанция должна быть 53 до него у меня 53 скорость а я как бы к нему приближаюсь где 600 метров до этой до камеры 500 метров 400 250 тоннель закончился сразу улетаешь хопа и камера проехали камеру не заметил я ездила там нет ее три километра четыре километра до заправки будет надо заезжать может там будет какой паркинг плейсик плейсик или это просто заправка до точки 135 там мадрида меньше но мы через мадрид не пойдем афиг это надо интересно остальные будут на мадрид или идут как я влево ну или право так так 25 так потом следующая 25 блин как это он тут проехал по афиг те там он и и кровать из засчитан за потом Да, блин, заправка есть, в общем, больше надо подниматься, наверх, кило сто, ну, в принципе, что не должно там быть. Какое-нибудь место для дяди Олега, посмотрим, глянем что там, вдруг что-то есть. Фура стоит, отель, ну, заезжает Фура, я смотрю, да, я думаю, что и нам местечко там найдется. Сюда мы заезжаем. Что ты так долго, блин, выворачиваешься? Можно сюда заехать, мы заедем на дорогу. Вот кто там станет. Чуть дальше. Снепан, он так сделал вид, что он отъезжает, я его пропускаю, он у меня смотрит удивленными глазами. Здесь и отель, и кофеюшник, наверное. Ну, ладно, нам это не надо. Ну, и на кофеюшник ресторан. Вот так же самое. Что, как видите, мы уже немного отдохнули 15 минут и уже в пути. В горах туман здесь. Офигеть. Ну, сейчас он то полностью окутывает дорогу, да блин, расступается. Ну, вот такая погодка, я вам скажу, нормальная, веселая. Ну, короче, хоть снега нету. Я так понимаю, если туман, значит снега нету. И не будет, не ожидается. Сука, мне там уже осталось 102 километра. Но я там, кстати, присмотрел паркинг один, сколько до него. Последний паркинг перед всеми этими делами. Мне еще 70 километров до него. Потому что там уже начинаются заправки. Ну, конечно, на заправках тоже можно стоять. Даже, может быть, и хорошо стоять. Помните, как я стоял 45-ку на заправке в Испании? Ну, поглядим. Так, пока планок 70 километров в город, я решил все-таки не ехать. Ну, погода не такая, чтобы там гулять. В принципе, по продуктам. Ну, вот сейчас вам говорю, а сам думаю, а вдруг поеду, а вдруг поеду. По продуктам мне так особо ничего не надо. А, единственное, мне нужна жидкость для полоскания рта. Закончилась. Я иногда не всегда зубы, получается, чистить щеткой. Я иногда использую жидкость. Вот. Ну, я, правда, она у меня давно уже закончилась. Еще, блин, я ее просто не прикупил, когда выезжал из Риги. Думал, куплю где-нибудь здесь. Как-то вот сейчас вспомнил, начал там просматривать свои вещи. Смотрю, блин, у меня жидкости нет. Как у меня из головы вылетело. Надо уже записывать где-то на листочках, что купить. Что надо, что не надо. Ну, а так веселуха. Ну, да, вот эти вот заправки у них, которые на дорогах там используются, под паркинги, достаточно такие хорошие. Есть и отели там рядом, и ресторанчики, вот как я сейчас был, стоял. И вот слева сейчас тоже вот мы проезжаем. Это там ресторан. Или нет, нет. Какое-то офисное разрисованное здание. С флагом даже. И даже это, как это называется, Мадрид, уже регион. Я регион еще не выучил. Хотя надо, блин, память тренировать и выучить название регионов Испании для себя. Знаю страну Басков. Знаю эту самую, так, Каталонию. Знаю. А больше ничего я не знаю. Каталония, страна Басков. А Валенсия, это тоже, по-моему, Каталония. Хотя могу ошибаться. Блин, в один момент разогналась машина так, что и передо мной шла машина, и за мной шла машина. И я, блин, начинаю тормозить. Она, блин, не подтормаживает. Получилось, как будто я больше минуты вроде. Даже Натаха, блин, села, что я, блин, не высыл в скорость. Когда я не помню, на сколько? 91 было, по-моему. Вот так и возгоняется машина. Как ты не крути, блин, все-таки. Отпустил я, да, человеческие факторы. Поздно начал подтормаживать. Но, оказалось, минутку больше, чем минутку проехала. Вот. Ну, вот сейчас потормаживает. Поэтому я выставляю все-таки 83. Это такие крутые спуски. А так вообще 85. Продержал, так и держу. Еще, потому что, блин, дождь шел. Скользко. А резко тормозить тоже не могу. За мной прямо впритык идет фура, блин. Передо мной идет фура. Мы все движемся с этой скоростью. Ну, испанцам, по-походу, пофиг им эти скорости. Они несутся как бешеные. Ну, а нам-то, блин, не надо нарушать. Триват. Думаю, скоро перевал будет. По-моему, еще должен быть еще один очень крутой подъем, насколько я помню. Был. Какой-то достаточно крутой. Там я в прошлый раз долго шел со скоростью, по-моему, 30. У меня больше не тянула машина. И караваны. Еще заметил я такую фишку здесь. В горах. Машина, которая идет по правой полосе и медленно из-за горы, включает аварийки. Я тоже теперь этим пользуюсь. Если такая ситуация, то есть, видно, показывает, что не могу больше выжить. Sorry, ребята. Если хотите, обгоняйте меня. Ну, вообще, вот красиво. Да, я вот представляю, когда я сюда летом поеду, весной уже такой. Жарко будет. Но красота. Ну, сейчас поля еще такие вспаханные. Даже еще, ну, как бы, я не знаю, как сказать, на зиму вспаханные, если так по-нашему. Ну, хотя вот свежая пашня такая, земля, спудораженная. Вот тут сейчас проезжал, блин, видно, потоки какие-то водяные шли. Вымыты такие, как такие, блин, прогалины. Я не знаю, как это, прогалины в песке. Ну, красиво тут, конечно, погулять. Я говорю, мне вот Италия, Испания, вот такие пейзажи, Грецию напоминают. Хочется Наташу сюда взять с жустиком, чтобы поехали посмотрели на красоты. Именно вот Франция, Испания, Италия, Голландия, Бельгия, Германия, ну, да, наверное, тоже будет интереснее посмотреть. Первые, там, пять дней все-таки надо будет поговорить. На весну попытаться взять какой-нибудь коротенький рейс на Куку. И вот так вот уходим во Франции, я заметил. И вот здесь тоже, да, вот уходят на эту такую дорогу, которая вот в такой линии, да, и по ней двигаются все машины и фуры. Я даже помню, ребята, первый раз, когда я шел, показывали, что надо вот так ехать. Ну, коллеги, да, обгоняют меня и показывают, типа, туда надо ехать, по той дороге, не важно, что она там, типа, с такой полосой, надо там ехать. Вот. Хотя здесь она как полоса торможения, а очень часто, что они, эти полосы долгие такие, и вот по ним идут фуры. Но бывают легковые идут. Тоже непонятно, когда, блин, вокруг пусто, никого нету, и они идут там и тормозят движуху. Приходится их обгонять. Напомню, что в Европе, в Европе нету понятия опережения. У них все это называется обгоном. Если у нас есть понятие обгон и опережение, то в Европе этого понятия нет. У нас, я имею в виду, в странах бывшего союза. И у нас, насколько я знаю, редко увидишь на таких вот, со зрительной полосой дороги, дорогой знака обгон запрещен. Потому что у нас это не обгон. У нас это опережение. А вот у них это все называется обгон. Когда ты со своей полосы в своем направлении выезжаешь на вторую полосу и возвращаешься на, опять же, в свою полосу. Но ты не выезжаешь навстречу. У нас это опережение, а у них это обгон. Я помню, когда первый раз ехал по Европе. Не на фуре еще, на бусте. Тоже так смеялся. Какой же ты здесь обгон? Как ты тут обгонишь? Ты же не поедешь через бордюр. Обгон запрещен. А вот такая вот у них есть фишка. Так, ну что, наверное, вот. Или уже, блин, мы спустились с гор. Что-то там, смотри, уравнина кругом. Наверное, уже спустились, ребята. Наверное, проскочил. Ну да, наверное, проскочил, потому что там был такой паркинг специальный, отстойный для этих, когда полиция разворачивает и не пускает в горы. Если снег там или что, или гололед. И там такие отстойные паркинги. И вот с левой стороны, если идешь здесь, этот паркинг большой. Он, типа, закрытий. Но он есть. Вот такие-таки башенки интересные. Как будто наборные, что ли, башни. Или что-то. Ну вот я сейчас иду, 85. Вот, наверное, испанец несется. Что это за машина такая интересная? Ассенизаторская. От Сеона, да? Очевидно. Я так понимаю. Ну, не пустим. Он у него сто один километр в скорость грузовика. Видите? И он несется. Ему по барабану. На Неву, там, впереди, тоже горы есть. Какие-то. Да. Может быть, туда мы заберемся. Так что я, может быть, рано поторопился вам сказать. Я помню, что были горы. Я что-то думал, рядом Мадрид уже. А гор-то нету. Ну, посмотрим, как путь так будет. Ну, посмотрим, как путь так будет. Ну... Продолжение следует...